Комбинация с броском руки партнерши. Первый, поворот за две руки, да, мы уже знаем с прошлого уровня, как его делать. Дальше, подставочка. Эта подставочка в данном случае используется для того, чтобы дать импульс партнерши на бросок. Отводится рука чуть-чуть в сторону партнерши. Дальше, правой рукой мы поднимаем партнерши локоть, но не выше подбородка. Дальше, отцентровываем руку и четко по центру корпуса даем импульс вниз. То есть, получается такая вот лука. Вверх и вниз резкий импульс. Это правая рука работает партнерши. Это делается под basic, под sharp. Девочки, у вас левый локоть расслаблен, лежит у вас на критерах. Ни в коем случае такого не должно быть. Никогда не закрывайте свое лицо. Никогда. Девочки, и вот такого тоже не должно быть, когда поднимается плечо. Да, то есть, это утрированно показываем, но, тем не менее, очень часто это бывает. Когда партнер идет на бросок, ваша рука летит в вашей плоскости ровно. Раз, два, три, четыре. Ну, сейчас как и полетела рука, мы показали. Теперь под правильный счет. Пять, шесть, семь, восемь. Здесь мы ловим партнерши руку без характерного хлопка. Да, это разду, ударил. Вот, то есть, летит рука, и мы смягчаем и продлеваем чуть-чуть ее движение. При этом, правая рука в контакте. Отсюда мы даем импульс партнерши и забрасываем руку за спину. Раз, два, три, четыре. Бросок за спину, подожди. Бросок за спину осуществляется. В диагональ, в пол, вот туда. То есть, этот не тюлень, не вперед, а именно диагональ в пол. Тогда у партнерши рука естественным образом сложится и окажется за спиной. Девочки. Девчонки, для того, чтобы ощутить направление, куда партнер будет вас бросать, вы должны держать контакт с партнером. Да, потому что если не будет контакт, то вы не почувствуете направление импульса. Теперь показываем самые распространенные ошибки по этому броску, чего не должно быть. Первое, не должно быть расслабленных суставов локтевого и запястья. То есть, когда расслабленные суставы, во время броска, вот этого первого броска, происходит примерно, нет, это хорошая рука. А здесь плохо, да? Плохое, плохое. Плохое вот такое. Ну, это она просто решила. Вот. А если рука даже паритет на квадрославленные суставы, будет примерно вот такое. Да? То есть, не будет у девочки амплитуды руки, и, соответственно, партнер не сможет в ней дальше работать. Второй момент, это зависание, самостоятельное зависание в воздухе. То есть, когда рука очень перенапряжена. Вот. У нее нет амплитуды, она зависла. То есть, что мне делать? Я жду ее вот здесь, она там зависла. Ну, типа, ну давай, ну долети уже. Да? Ну, как бы, партнер тоже потеряется, но отчасти идет поломать его комбинацию. Да? Плюс, он не сможет использовать вашу реакцию. Окей, заканчиваем комбинацию. После того, как вы забросили руку, вы должны, партнеры, находиться чуть-чуть в полстопы справа. Тогда это удобно будет, и ваша рука должна быть на бедре партнерши. Не на почках, на бедре. Правая рука в подготовку уходит, да? На поворот. И отсюда мы даем поворот. Импульс наведения на данный поворот основной идет в бедро. Но, эта рука, правая рука партнера, она просто перебрасывает руку партнершу через голову. Левая является ведущей. Ведем, как обычно, через опускание вниз и вывод на исходную. Еще дальше. Да. Технически правильно. Итак, еще разок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Продолжение следует...